Жители совхоза всегда отличались активной жизненной позицией. Они не дают спокойно спать городской администрации, то и дело напоминая о своих проблемах. И вот, наконец, представители городской власти об этих проблемах услышали и решили увидеть, посетив эту городскую окраину не только перед выборами, но и когда кипение народных масс, уже достигнув наивысшей точки, вылилось в письмо президенту. 29 апреля жители совхоза и салдинские чиновники высшего звена не только посмотрели глаза друг к другу. Одни озвучили свои проблемы, другие записали и пообещали или не пообещали их решить. Несмотря на просьбу Константина Сергеевича говорить спокойно, не всегда местные жители смогли сдержать свои эмоции, хотя очень старались. У всего поселка есть такой вопрос. Возобновить нам фельдшерский пункт, садик и вот этот клуб, чтобы нам открыли, чтобы наша молодежь собиралась где-то. В марте неприятной новостью для жителей совхоза стало то, что из здания клуба вывезли все, что тут было. Даже книжные полки библиотеки опустили. А она, надо сказать, была очень богатая. 47 книг на каждого жителя совхоза. Для городских библиотек, фонды которых располагают лишь 10 книгами на жителя, это роскошь. Если бы столько людей, сколько собралось сегодня здесь в клубе, приходило каждый день, хотя бы один раз в неделю, вопросов бы не возникало. Дело в том, что на протяжении последних трех лет, до 2011 года, был сделан анализ о том, что население совхоза в клуб практически не приходит. Если провести вот так вот, посмотреть на всю картинку-то, всего постоянно занималось в клубе человек 12-15, не больше. Все остальные просто приходили поиграть в теннис. Вопросов нет, подождите, я ведь еще не договорила. Я не договорила. Если вы действительно хотите, чтобы ваш культурный досуг был организован, значит в культурное учреждение нужно приходить и заниматься и в кружках, и в творческих объединениях, и все вместе собираться на праздники. Есть надежда, что совхозному клубу недолго быть на клюшке. Все присутствующие слышали, как главы пообещали в скором времени это культурное учреждение открыть. А вот по вопросу возобновления в совхозе фельдшерского пункта, жителям радоваться не пришлось. На сегодняшний день у нас изменяется нормативная база. Для того, чтобы здесь организовать фельдшерский пункт, нам необходимо иметь статус на сегодняшний день сельской территории. Мы находимся с вами в пределах городского округа. Здесь с вами идет автобусное сообщение регулярно. У нас существует центральная городская больница, которая находится в пределах 10-15 минут доступности на автомобильном и автобусном сообщении. Поэтому по всем нормативам, которые на сегодняшний день приняты и существуют, к сожалению, фельдшерский пункт здесь открыть невозможно. Но для людей, которые имели когда-то в шаговой доступности фельдшерский пункт, это «открыть невозможно» прозвучало как-то неубедительно. В зале опять зашумели. Здесь можно открыть хотя бы с садика, открыть фельдшерский пункт. Почему нельзя? Мы никак их видеть не можем. Там есть санкульс, там есть горячая вода. Даже если мы ремонтируем, даже если мы создадим условия медицины, которые сейчас по областному учению к вам не приедет, потому что по нормативам она здесь доктора не сможет посадить. Какие нормативы существуют для открытия фельдшерского пункта? Ну я вам сейчас конкретно не скажу. У нас есть там ПИН, отдельно стоящее здание, вентиляция, тепло, свет, лицензирование. Там большой набор. Норма на человека есть какая-то? Ну вот я вот сейчас четко вам не скажу, который вы от меня ждете. Я что хочу сказать? Наши пенсионеры... Я хочу конкретную информацию. У пенсионеров как он должен идти за пенсионерами? Скажите, пожалуйста. У пенсионера на сегодняшний день есть родственники. Если родственников нет, то есть социальная помощь, которая выполняет эти функции. Врач выписывает рецепт, социальный работник сходит в аптеку и принесет. Я хочу вам сказать, ваша территория ничем не лучше и не позже, чем район Мыса, чем спортивный, 16, будем там говорить. Или я, к сожалению, не коренной житель, поэтому вам не скажу. Ну, по крайней мере, для меня вот. Северный поселок, там же тоже проживают люди. Люди проживают везде. Но не везде они так волнуются за свой микрорайон. Совхозники, и это подтверждают все чиновники, регулярно посещают кабинеты городской администрации, у ЖКХ, пишут письма во всей инстанции. И вовсе не потому, что капризные или вредные, а потому, что не хотят, чтобы окончательно разрушились дороги. Чтобы тополя рухнули кому-то на голову. Они не хотят мерзнуть зимой и пробираться в резиновых сапогах по лужам в кромешной темноте. У нас дороги, извините, даже перед клубом яма на яме. Не говоря уже, что вокруг домов. Наш 10-й дом, он как раз на углу находится. Вон круглый год находятся углы тонны. С обоих сторон даже в жаркое время стоит лужа до самого дома. И она не высыхает. В прошлый год я ходил на свой участок. Ну, старшим домом меня назначили. Пошел. Там мне говорят, пишет заявление. Написал целую страницу, там, я не знаю, пунктов 10-12, наверное, написал. Попросил просто засыпать эти лужи, щебня или пройти грейдеров. Попросил земли весной привезти для женщин, цветы, клумбы посадить вокруг домов. Попросил песка. Песка, песочницу привезли детям. Больше ничего, ничего не сделали. И началась уже привычная всем песня про то, что мало денег выделено на ремонт внутриквартальных дорог. Но ведь совхозники и не просят глобального ремонта. Много проблем записал пресс-секретарь администрации Владимир Мальцев. И про тополя, и про свет, и про детскую площадку. И дорогу пообещали отгрейдировать. А совхозники все продолжали засыпать глав вопросами. Почему указывают, что у нас 24 марта отключает отопление? У вас на работе тепло, у вас заводские котельные топят, в квартирах у вас тепло. Почему мы платим деньги, сидим в холоде? Сейчас вообще днем не топят. Почему указывают, я никак не могу понять. Если у вас действительно холодно, да, котельные сейчас работают в режиме экономии. Ну, значит, не будут работать в режиме экономии, будут. У вас в городе экономят? Экономят, да, тоже отключают. Не говорите, не говорите. А прощат садика, что скажете? Опять нам садика нельзя. А что садика сразу? Садик не будет открыт. То, что садик не будет открыт, подтвердили представители управления образования. На выездном совещании 8 мая чиновникам от образования и представителей комитета по управлению имуществом провели городских депутатов по помещениям детского сада. И объяснили, почему невозможно заселить сюда ребятишек снова. Не соответствует санитарным правилам кухонный блок. Еще что-то чему-то не соответствует. Да и вообще, денег надо много на восстановление. А между этих слов слышалось, да кому это надо? Делать лишнее телодвижение для 30 дошкалят, половина из которых прописана в совхозе, а еще половина – на ближайших к совхозу улицах. Но вернемся в 29 апреля, где страсти разгорелись так, что даже городские главы перешли на повышенные тона. На центре города стоят сады закрытые, где детей очень много. По 75 мест мы запускаем каждый год. В этом году, дайте нам седьмой детский сад закончить. Потом детскую поликлинику будем переделывать. Школу первую. Школа первая у нас строится. Дети без школы. Мы же его не продали, этот детский сад. Не закрыли. Отопление в нем есть. Как он же в саде? Сторож сидит. Никто его не разворовал, этот детский сад. Почему решили, что все уже окончено здесь? Когда появится, живет поселок, дом переселим, бараки расселим. Начнем строить здесь. У вас появится. И что? В городе возят детей. Я вожу детей в свой детский сад. Ну что делать-то? Мы все возим. Нет шаговой доступности детских садов. Вы нас поднимите с колен, пожалуйста. Почему мы все совхозники стоим на коленях? Почему нас так унижают? Почему нас так опускают? Ну почему нас все закрывают? В больницу нельзя, садик нельзя, все нельзя. Ну почему? Сами себя почему-то так унижаете. Вот мы совхозники, у нас все плохо. Да вы такие же горожане, как мы все. Как все. Только 40 лет внутриквартальные дороги не ремонтируются. Как все. Только в квартирах холодно и с потолка бежит. Как все. Только для того, чтобы решить вопросы, нужно инициировать вот такое большое совещание. Совхозники, как все, молчать не хотят. Они не хотят ждать, пока совхоз превратится в забытую всеми территорию. И как правильно заметила Зинаида Палкина, женщина с активной жизненной позиции. Наш депутат, да, маленько его надо потрясти, чтобы он почаще-то на нас внимание обращал, а на твоей помощи. Но чиновники особого потрясения не испытали. Для них, особенно для Константина Ильичева, такие встречи привычны. И, возможно, глаз замылился. Но в любом случае, польза от таких встреч есть для обеих сторон. И с этим согласился Игорь Оленев. Как вы считаете, обратная связь с народом, она на пользу чиновнику идет? Обязательно. Да, обязательно. Да, обязательно. Я, все обращения, вот из чего началось. Они просто ко мне пришли на прием. И с этого началось. Ну, ждал, пока Константин Сергеевич выйдет из отпуска. Обещал, что мы соберемся. И я был инициатором для того, чтобы вот этого собрания. Это моя инициатива была. Обязательно. И сейчас я в совхоз буду ездить уже, ну, как минимум, два раза в месяц я однозначно буду ездить. И буду... Погрузились уже. Ну, мы, понимаете, мы отторгли действительно окраины города. И вот они правы люди, что у вас свое солнышко, у нас свое солнышко. Получается так, я бы на их месте то же самое. Закрыли все. А куда собираться-то людям-то? Очаг-то какой-то должен быть, где люди консолидироваться должны. Да уж, что-что. А совхозные жители в случае чего консолидироваться умеют. Дай бог, что в следующий раз повод для встречи был хороший. Тогда и сюжет закончим на хорошей ноте. В понедельник, 13 мая, на оперативном совещании в администрации городского округа начальнику управления культурой Марине Пирожок было поручено вернуть в совхозный клуб теннисный стол и часть тренажеров для спортивных занятий. Ну, хоть клуб отстояли. Еще бы побывать на его открытии.